Добрый вечер, уважаемые коллеги! Позвольте поздравить вас с началом нового учебного года. Тут вчера в фейсбуке прочитал, что у вас серебряный юбилей адреса института. Поздравляю с этой датой, ваша личная дата. 25 лет четверть века, большой срок, тут немножко осталось до золотого юбилея, столько же. Меня зовут Федор Константинов, в основном я занимаюсь творчеством, биографией, жизненным путем Стефана Цвейга. Изучаю каждую его деталь в 60-летней жизни писателя. Он 31 год дружил с Фрейдом, из своих 60 больше половины. Об этом сегодня будем говорить накануне 80-летия с даты смерти Зигмунда Фрейда. В 1937 году знаменитый испанский художник Сальвадор Дали написал картину «Метаморфоза нарцисса». Справа на полотне изображена каменная рука, которая держит яйцо или луковицу. Из яйца или луковицы прорастает цветок, повторяя собою очертания нарцисса и его отражение в озере. Суть «Метаморфозы» состоит в превращении тела нарцисса в каменную руку, а головы в луковицу. Дали использовал испанскую поговорку «луковица в голове проросла», которая означает навязчивые идеи и комплексы. В 1938 году летом Зигмунд Фрейд проживает в Лондоне на Элсверси Роуд 39, ему 82 года. Стефан Цвейк также проживает в Лондоне, снимает апартаменты на Халлом Стрит 49, осознавая почтенный возраст глубоко уважаемого профессора. Именно так он к нему обращался в каждом из писем. Всего сохранилось 77 писем в корреспонденции Цвейга и Фрейда. «Понимая состояние здоровья Фрейда с трудом, но все-таки уговаривает его принять у себя в гостях на чай Сальвадора Дали и его супругу Галу. Цвейг дружил с Дали и с Галой, начиная с 1924 года, с их первой встречи в Париже». И вот накануне похода к Фрейду Цвейг позвонил Дали и попросил художника взять с собой навстречу одну из своих последних работ. Художник решил, что он возьмет метаморфозы нарцисса и с ней караваном, это цитата, так пишет Цвейг, «мы придем караваном в сопровождении Стефана», отправляется навстречу к Фрейду. О том, как прошла эта встреча, как высказался после нее Цвейг, Фрейд и сам Дали, поговорим уже в конце лекции. Вот вам такая затравка, быть внимательными, все держать под контролем, записывать вопросы и потом их задать. Если не успеем на лекции, то в коридоре обменяемся контактами. Упоминаемые сегодня источники в лекции обещаю предоставить щедро в электронном виде, либо каждому, либо через ректора, либо через Анастасию Борисовну. Будем дружить и дальше. Писатель Стефан Цвейг дружил с профессором Зигмундом Фрейдом, как я уже сказал, 31 год. Несмотря на их возрастную разницу, в четверть века. Несмотря на то, что Фрейд в жизни нередко разрывал отношения со своими коллегами и сотрудниками, друзьями, вспомним его взаимоотношения с Флисом, Юнгом, Адлером. Цвейг, как человек дружбы, это цитата Германа Гессе, сказанная о Цвейге. Герман Гессе дружил с Цвейгом 35 лет, больше, чем Цвейг с Фрейдом. Цвейг, обширный круг друзей и собеседников которого простирался на несколько сотен имен и адресатов, именно беседы и встречи с Фрейдом считал величайшим интеллектуальным удовольствием своей жизни. Это цитата. Цвейг, запомните, для себя лично, богатейший человек, который дружил с разными людьми от Аргентины до России. Именно, нечастые, но когда случались беседы с Фрейдом, считал их величайшим интеллектуальным удовольствием. Цвейг действительно и правдиво был очарован всеми теориями Фрейда. Самой идеей изучения человеческой психологии. Львиную долю своих новелл написал непосредственно под влиянием бесед и встреч с Фрейдом. Зачастую, не дожидаясь публикации очередного сборника новелл, отправлял Фрейду свои новые сочнения в рукописях. На экране знаменитая, справа, скан, знаменитая новелла Цвейга «24 часа из жизни женщины», написанная ему в 1927 году. Одна из любимых новелл Фрейда. Он ее глубоко анализировал и вынес по ней рецензию. В авторской рукописи получил главная героиня новеллы Миссис Ка. В течение часа, Цвейг подчеркивает это в новелле, подразумевая продолжительность одного психотерапевтического сеанса, в течение часа ведает незнакомцу со всеми обстоятельствами, деталями и подробностями причины своего поступка, который она совершила 20 лет назад, в 42 года. Скан справа, внизу слева, виноват в казино. Главная героиня Миссис Ка приходит в казино, видит игроков, которые теряют состояние за игровым столом, за рулеткой, всматривается в руки одного из игроков, полностью описывает Цвейг подробно во всем мастерстве все, что происходит в душе этого игрока. Только глядя на его руки, Миссис Ка не смотрит ни разу на лицо игрока, понимает, что он проиграл все состояние покончить жизнь самоубийством и пытается его спасти, дает ему деньги, чтобы он вернулся в Ниццу. Игра происходит в Монте-Карло. Он эти деньги, он садится на поезд, потом выскакивает, бросается в кювет этого, отходящего от перрона поезда и возвращается в казино, и деньги, все последние, которые она ему дала, чтобы он вышел из этого состояния, вновь проигрывает в казино. Она приходит на следующий день по этому адресу и видит его вновь за игровым столом. Цвейг в конце, когда Миссис Ка подробно расскажет всю свою историю незнакомцу на ривьере в отеле, посмотрите, чем Цвейг заканчивает, какими словами заканчивает новеллу. Я подумала, хоть раз излить душу, быть может, тогда снимется проклятие с моих воспоминаний, и я смогу завтра же пойти туда и переступить порог того самого зала, где меня подстерегала судьба, не питая ненависти ни к нему, ни к себе. Тогда камень свалится с моей души, ляжет всей своей тяжестью на прошлое, и оно уже никогда не воскреснет. Хорошо, что я смогла все это вам рассказать. Теперь мне легко и почти радостно. Фрейд, прочитав эту новеллу много раз, написал подробное письмо Цвейгу и увидел в активности рук отсылку к анонизму. Послушайте очень внимательно цитата Фрейда, обращенная к Цвейгу по поводу этой новеллы. В поэтической обработке анонизм необходимо заменять, как совершенно непригодный чем-то другим. В вашей новелле игра является отличной заменой. Первым обозначением, которое анонизм обрел в детской комнате, было обозначение «играние». «Опасная игра», сказали ребенку, от нее либо сходят с ума, либо умирают. И осуществленное вами с таким потрясающим мастерством акцентирование рук и их действий прямо-таки предательское. Ведь в мастурбации руки выполняют свою половую функцию. В вашей новелле столь явно намекается на сыновнюю роль юного игрока, что становится трудно поверить, будто вы не следовали своему осознанному намерению. Но я знаю, что это было не так, и что вы заставили работать ваше бессознательное. 24 часа из жизни женщины. Црейк неустанно восхищался упорством, трудолюбием, а главное, честностью и порядочностью Фрейда. Называл его фанатиком правды, бескомпромиссным интеллектом. Все вам цитирую. Знаменитая фраза Фрейда «Стопроцентная правда встречается столь же редко, как и стопроцентный алкоголь». Впервые сказано именно Цвейгу. Отсылаемся к мемуарам «Вчерашний мир». Записываем. «Цвейг. Вчерашний мир». Последние страницы мемуаров Цвейга. Очень подробно рассказывают о его отношении к уже пожилому Зигмунду. Цвейг говорил о Фрейде «человек, которому побоишься солгать». Потому что он своим насторожившимся, как бы из темноты нацелившимся взором стрелка, следит за каждою попыткою уклониться. И заранее видит каждый потайной уголок. «У Фрейда было лицо не просто наблюдателя, — говорит Цвейг, — у Фрейда было лицо беспощадного провидца». Ну, еще в качестве вступления к лекции, вступление длинное, я бы хотел процитировать вам мой любимый отрывок из эссе «Цвейга о Фрейде», впервые издано в 1931 году, в трилогии «Врачевание и психика», взятый мною из главы «Значение во времени». Внимание, на экране Вильгельм Рентген справа, Фрейд и Цвейг. Полная цитата Цвейга. Два открытия, символически совпавшие во времени, имели место в последнем десятилетии XIX века. В Вюртсбурге малоизвестный, да то ли физик по имени Вильгельм Рентген, доказывает на опыте возможность просвечивания человеческого тела, считавшегося ранее непроницаемым для зрения. В Вене столь же неизвестный врач Зигмунд Фрейд открывает подобную же возможность в отношении души. Тот и другой методы не только вносят коренные изменения в основы обеих научных дисциплин, но и плодотворно влияют на все соприкасающиеся области. Странно перекрещивающимся образом как раз медицина извлекает выгоду из открытия физика, а из творческой мысли представителя медицины психофизика, наука о движущих силах души. Благодаря замечательному и все еще не использованному в его возможностях открытию Фрейда, научная психология порывает наконец со своей академической и теоретической замкнутостью и вступает в прямую связь с практической жизнью, перенеся центр тяжести этой науки с теоретических домыслов на индивидуальность и, сделав предметом изучения кристаллизацию личности, Фрейд проталкивает психологию из семинария в реальность и утверждает за нею жизненно важное значение в силу ее применимости к человеку. Только теперь может она деятельно служить созданию новой личности в педагогике, лечению больных в медицине, оценке человеческих заблуждений в судопроизводстве, пониманию творческих начал в искусстве. Занимаясь истолкованием неповторимой индивидуальности каждого отдельного человека в его собственных интересах, она помогает одновременно и другим. Золотые слова. Ибо тот, кто научился понимать в себе человека, понимает его и в других. Записываем «Врачевание и психика. Трилогия. Один из портретов о Фрейде». Цвейк очень желал и мечтал, чтобы Фрейд получил Нобелевскую премию за свои открытия, за свои теории, чего, как вы знаете, не произошло, но популяризировать учения Цвейгу, который был первым автором в Австрии, все-таки удалось. Цитировал вам текст из главы «Значение во времени». Вся глава просто жемчужина. Читайте уже дома сами. Два слова. Я сказал вам, что Фрейд был старше Цвейга на 25 лет. Два слова из его биографии, на мой взгляд, на самые яркие моменты. Без обид. Вы больше меня знаете о Фрейде. Но все-таки они нам помогут. «Мои родители были евреями. Евреем родился и я». Цитата из автобиографии. «Якоб и Амалия». Амалия проживет 95 лет. Сигизмунд был первенцем. После него она родит еще четверых девочек. Все они за свою принадлежность и фамилию. В первой половине 40-х годов погибнут в лагерях Треблинка и Освенцим. У якобы от первого брака было два старших сына. Они приходились Сигизмунту с водными. В 59-м из Фрайберга. Как вы знаете, в апреле 2013 года был открыт музей. И улица названа именем Фрейда. В городке, где он родился. Ныне город Парижбор в Чехии. В 59-м семья переезжает в Лейпциг. Немецкое звучание Ляйпциг. В 60-м в Вену. В 9 лет раньше срока поступает в городскую гимназию. Пишет в автобиографии. В гимназии я 7 лет был первым учеником. Пользовался привилегиями. Меня даже освобождали от экзаменов. Известная история. Единственный ребенок, который делает домашние задания при керосиновой лампе. В отдельной комнате. Другим детям, братьям и сестрам запрещено в это время играть и заниматься музыкой. Тем более шуметь. При лучине делают свои уроки. Ставка была сделана на Сигизмунда. Сильное влияние на характер моих интересов оказало раннее, едва я освоил искусство чтения, погруженность в библейские истории. Нам пригодится эта цитата попозже. Просто запоминайте. Цитирую из автобиографии. С особым вниманием я стал относиться к теориям Дарвина. Рассказ о прекрасной статье «Гете. Природа», услышанной мною на лекции профессора Карла Брюля, можно сказать, определил мое решение записаться на курс медицины. В 17 лет медицинский факультет Венского университета. Откровенная фраза из автобиографии, ее полностью потом повторяет в эссе Цвейк. «Особого влечения к карьере и деятельности врача я не чувствовал в молодости, а, впрочем, не чувствовал и в дальнейшем. Скорее мною двигала своего рода любознательность, направленная, однако, больше на область человеческих отношений, чем на объекты природы». Фрейд. На третьем курсе проходит стажировка в области зоологии в итальянском городе Триест. «Свободное от учебы время», как, кстати, и Цвейк, который у нас еще не родился. 25 должно исполниться Фрейду в 81 году. «Свободное от учебы время», много читает, изучает иностранные языки, желая читать в оригинале Дон Кихота Сервантеса, изучает испанский. Влюбившись в Италию, часто будет посещать город Рим, изучает итальянский. Прекрасно владел английским, будет переводить с английского на немецкий 12-й том сочинения «Философа Миля». Само собой, как врач, разумеется, латинский-греческий, прекрасно древнееврейский, чуть хуже французский. Об этом будет в письмах к Цвейгу писать. «Я совсем забыл французский. Приди, чтобы мы поговорили с Роменом Роланом, который приехал в гости в Вену, но мы до этого дойдем». В 21 год начинает работать в Институте физиологии под управлением Эрнста Вильгельма Риттера фон Брюкке. Цитируем. «Брюкке дал мне задачу по гистологии нервной системы, которую я сумел решить и самостоятельно развить дальше». Одного из своих сыновей Зигмунд назовет Эрнстом в честь как раз Эрнста Вильгельма Риттера фон Брюкке. В 1849 году Брюкке был переведен из Кёнигсберга в Венский университет 100-летие со дня рождения Гёте. Ему предоставили прекрасное помещение для исследований, для лаборатории. Он демонстративно отказался от комфорта, поселился в обретшавшем здании. Брюкке в дом и в сарай, где не было даже водопровода и газа. И исключительно своим умом и целеустремленностью превратил обретшавшее здание в институт физиологии. И отсюда берут корни Венского отделения института физиологии, куда в 21 год придет Зигмунд Фрейд. Под руководством Брюкке он напишет одну из своих первых научных работ о нервных окончаниях в позвоночнике Миног, низшие позвоночные животные. В 1881 году, в год рождения Цвейга, в возрасте 25 лет, цитата с некоторым опозданием, Фрейд был удостоен звания доктора общей медицины. Насколько вам видно, не знаю. У нас в 81 году родился мой любимый писатель Стефан Цвейг, Фрейд доктор общей медицины. Ну что, кто... Поднимите руки, чтобы просто знать, кто знаком с историей пожара Венского рингтеатра. Если никто, тогда поподробнее. 1881 год. Первый район Вены. Самый центр 100 метров от Венского университета. Цвейг родился 28 ноября 1881 года. Знаменитый пожар Венского рингтеатра, о котором писали и говорили все, произошел 8 декабря того же самого 1881 года. Нетрудно посчитать, что Цвейгу было 10 дней. Адрес... Сейчас поговорим о самом пожаре, потому что в этом доме, когда его отстроят заново, Цвейг будет снимать 4-комнатные апартаменты на первом этаже. Адрес пожара Шоттенринг, дом 7. Адрес, где родился Цвейг, Шоттенринг, дом 14. Я лично приходил и считал шаги от подъезда до театра. 120 шагов. То есть у родителей Цвейга, они были богатыми людьми, у них была собственная ложа в театре. Они могли присутствовать на премьере этой оперы. В этот вечер в театре давали Жака Оффенбаха сказки Гоффмана. Цвейг мог остаться сиротой в возрасте 10 дней. На экране Стефан Цвейг со своей чешской няней по имени Маргарет. Справа родители Стефана Цвейга. К счастью, они в театре в этот вечер не были, как и Зигмунд Фрейд. Итак, что же произошло? В 19 часов. Это была премьера в Вене оперы, как я сказал, Жака Оффенбаха «Сказки Гоффмана». До этого премьера прошла в Париже. В 19 часов рабочие сцены длинным шестом зажигают последние рожки софитов огнем. И случайно зацепляет декорацию и занавес. Мгновенно вспыхивает декорация от декорации, занавес к другому полотну. Мгновенно вспыхивает вся сцена, портер. Сложная система эвакуации, темнота. Двери открывались раньше в театрах только вовнутрь. Именно с этих пор, с 9 декабря 1981 года, двери в театре строятся и открываются только настижь, когда из театра выходишь, при случае выбегать. Все, как могли, подбежали к дверям и друг друга задавили, не могли выбраться. Артисты стали выбивать стекла на втором этаже, тем самым впустили еще больше кислорода, и пламя еще больше разгорелось. По разным данным погибло от 400 до 500, до 600 человек. Ну, будем условно говоря, условно говоря, полтысячи. Вот как это выглядело, как это художники рисуют. В одном из венских музеев сегодня можно встретить дверь этого театра. Оригинал оставили в знак памяти. Итак, на центральном кладбище Вены находится общий монумент скорби. Джулиус Ньюолт, на тот момент мэр Вены, хотя не виноват был в трагедии, решил уйти в отставку. По первому образованию был юристом, стал заниматься юридической практикой. Военный хирург и психиатр Яромир Мунди, пришедший на место трагедии, увидел, что творится, а ведь зима, представьте себе, 19 вечера, 19.30. Люди обваренные лежат на снегу, помочь им никто не может. И еще не существовало скорой помощи. И именно Яромир Мунди пришел на место трагедии и понял, чего не хватает в мире. Карет скорой помощи. Создатель первой скорой помощи, которую придумали, создали, разработали весь проект, 9 декабря 1881 года в Вене. Запомните навсегда. Ганс Вилчик помогал Яромиру Мунди, оформлял документы юридические, собирал пожертвования. Эдуард Ламезан тоже был в группе, один из друзей Яромира Мунди. Помогает обратиться к императору Францу Иосифу с целью срочного внедрения карет скорой помощи, носилок на трамвайных остановках. И чтобы весь этот проект начал работать, начали привлекать студентов медицинского факультета из Венского университета. Директор театра отсутствовал во время пожара. Франц фон Яунер. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Он почувствовал себя виновным и покончил жизнь самоубийством. В тот же день, в который покончит жизнь самоубийством, спустя много лет, Стефан Цвейк, 23 февраля. Я ни слова не сказал, что у Стефана Цвейка был старший брат, Альфред, был старше Цвейга на 2 года. Соответственно, ему было 2 годика на момент пожара. Цвейгу 10 дней. Альфред пишет, что первые его воспоминания в жизни – это в окне все объято пламенем. Но самый редкий текст я вам сегодня прочитаю. На экране Рихард Вагнер, который был лютым врагом Жака Оффенбаха, композитора. Вагнер, которого мы боготворим. И отец Стефана Цвейга, Мори Цвейг, постоянно ходил смотреть на живого Вагнера в Вене. Что же он сказал по поводу этой трагедии? Вы изумитесь? Люди на таком спектакле – пустой народ. Если столько светских людей гибнет во время представления оперетты Оффенбаха, в которой нет и малейшего намека на нравственное величие, тут я равнодушен. 500 состоятельных людей в одну секунду живьем сгорели. В десятку знаменитых пожаров входит эта венская трагедия. Просто вам для информации повторюсь, Стефан Цвейг мог остаться сиротой. Родители его ежедневно ходили в театр. Будь то в Бургтеатр, не читая Фрейду «Богатая семья», будь то в Бургтеатр, будь то в Рингтеатр, театр на кольце, на кольцевой. Ныне в этом здании дом полиции. Но Стефан Цвейг, кстати, афиша ровесница жизни Стефана Цвейга, ее еще рассматривал в свое время Фрейд, много дней до премьеры висела в Вене. Фрейд, к счастью, тоже на премьере отсутствовал. Итак, на следующий год, 82-й, после трагедии он знакомится с Мартой. За 4 года до свадьбы обмен 900 любовных писем. 17 июня 82-го года в парке Прогуливая сделает ей предложение, получает утвердительный ответ. Любопытно. 17 июня на иврите означает, кто знает, слово «постоянно». Их брак преодолеет полувековой рубеж. 53 года, будем считать, счастливой жизни. 6 детей, 3 девочки, 3 мальчика. Младшая дочь Анна, пожертвуя собственной судьбой, своей семьи не было, всю жизнь будет заниматься. Архивом отца откроет музей на Бергасе-19. Я думаю, каждый из вас там был. Я был удивлен, когда приехал. Очередь в музей на втором этаже. Очередь просто до первого. Вот честно. Нужно ждать, чтобы попасть в музей. Я думал, я один, никому не интересно. Приехал турист, рядом людей нет. Только дверь преодолел. Там вот так люди стоят просто в проходе. До сих пор такое уважение. Анна Фрейд будет открывать этот музей. Повторюсь, в Вене, Бергасе-19. Одна из самых крутых улиц Вены. Вся гористая. Анна в 1947 году откроет в Лондоне первый детский психоаналитический центр уже после смерти отца. Как выглядит музей, в котором, извините за единственное селфи в сегодняшней лекции, в постоянной экспозиции в музее портрет Стефана Цвейга. Бергасе-19. Итак, пойдем дальше. Ключевой фигурой в судьбе Фрейда является Йозеф Брейер. Подходим теперь мы к цитате Цвейга по этой теме. Брейер знакомит Фрейда в городской больнице с историей болезни своей 23-летней пациентки Берте Паппингейм. Рассказывает, что вводя ее в измененное состояние сознания, в гипноз, она ему рассказывает, ей становится легче. Кстати, супруга Брейера потом приревнует его к пациентке и заставит его закончить сеансы с ней. Было много сеансов. Но однажды, может быть, и несколько раз Брейер не станет вводить девушку в гипноз, также ее разговаривает уже наяву и выяснит, что ей тоже станет легче выговориться, до некоторой степени прочувствовать. Прочувствовать, значит, осознать. Осознание несет с собой освобождение. Свейк, отсылаемся к тексту. Цитирую. Фрейд со свойственным ему инстинктом глубины сразу же видит за открытым Брейером, терапевтическим средством, закон значительно более общий, а именно, что психическая энергия допускает перераспределение. О ней, Фрейд и Брейер, исходя из истерии, сообща установили новое положение, что неврозы и большая часть всякого рода душевных расстройств возникают тогда, когда какое-либо влечение встречает препятствие на пути к естественному своему исходу, и не получив удовлетворения, оттесняется вглубь, в подсознание. Какого же рода те влечения, которые главным образом скрывает культурный человек, который он скрывает от самого себя, как наиболее тягостных? Проходит немного времени, и Фрейд дает сам себе ответ, от которого не уйти. Первый случай психоаналитического невроза указывает на подавление эротического аффекта. Второй и третий точно так же, и вскоре Фрейд убеждается всегда, или почти всегда, неврозы обуславливаются сексуальным влечением, которые, не будучи в состоянии овладеть своим объектом, притворяются в задержке и давят на психику. Простите за длинные цитаты, просто без меня, кто не будет никогда читать это эссе, он его сегодня и услышит. Не останавливаемся на Шарко. Единственное, скажу, перед тем, как отправиться на полгода в Сальпетриер, Фрейд говорит, очень любопытную фразу. Я хочу овладеть Парижем так же, как осваивал новую книгу, увидеть каждую улицу, толпу, как если бы это был осажденный город, а я ворвавшийся в него. Сравниваем текст Цвейга и его первую поездку в Париж в 1904 году. Они по своим интересам даже были схожи. И еще не были знакомы. Познакомиться в 1908. Цитата Цвейга о его первой поездке в Париж. Мне мне было мало Парижа 1904 года. Я стремился всей душой к Парижу Генриха IV и Людовика XIV, к Парижу Наполеоновскому и революционному, к Парижу Ретифа де ла Бретона и Бальзака, Шарля Луи Филиппа и Бодлера. Мне нужны были все его улицы, образы и события. Вот так великие люди относятся к каждой своей поездке. Если ты едешь в какую-то страну, уж тем более такой великий город, как Париж, ты должен знать каждую улицу. Фрейд, занимая деньги у Брейра, позволяет себе посещать комедии Францесс, смотреть на живую Сару Бернар посещает Лувр, помимо того, как он посещает демонстрационные лекции Шарко. Больше меня знаете, повторюсь, не имею возможности останавливаться. Хождение по мукам, начинает заниматься сновидениями, толкование сновидений, 1900 год, 600 экземпляров, продается книга, подсказывает Илья. Толкование сновидений? Не слышу. Толкование сновидений? Да. За какое количество времени, это 600 экземпляров продали в городе. 8 лет. 600 экземпляров за 8 лет. Такой был он непопулярный. И музыковед Макс Граф думал открыто прямо на той же странице, большой друг Зигмунда Фрейда пишет о том времени, которое, как относились к Фрейду на рубеже Три строчки. Когда в какой-нибудь группе венцев кто-то вдруг невзначай упоминал имя Фрейда, все начинали смеяться, как при особенно остроумной шутке. Фрейд это тот самый смешной чудак, который написал книгу о снах и выдал себя за толкователь основ. Считалось верхом без вкустицы произносить имя Фрейда в присутствии дам. Дамы краснели при первом же его упоминании. Вот такое было к нему отношение с 56 года, несложно посчитать, ему уже 44, он кормит, в ближайшее время начинает кормить в семье 20 ртов. Как было сложно, как долго не понимали. Очень подробно об этом, не останавливаясь, читайте уже у Цвейга, который еженедельно встречаясь, понимал обстановку. Один из биографов, который современник. Не в 21 веке писать в интернете биографию. Это быть на ты с великим человеком. И Фрейд никогда не разрывал отношения с Цвейгом. Восхищался каждой его новеллой, по письмам. Мы пройдемся по письмам, вторая часть лекции, вот цитаты из писем. Восхищался. Цвейгу можно доверять в его эссе и в письмах, и в воспоминаниях «Вчерашний мир», повторюсь. Хождение по мукам, не останавливаемся. В четвертом году выходит «Психопатология обыденной жизни». Пишет он ее в первом году, в четвертом публикует Фрейд. «Одиннадцать переизданий при жизни», в седьмом году знакомство с Юнгом, в восьмом году знакомство с героем нашей лекции в Цвейгом, пропустим большой пласт его жизни, будем к нему возвращаться, когда пойдем по календарю писем. Восьмидесятилетие, тридцать шестой год, в этот же год и золотая свадьба с Мартой. Юбиляру в Вене вручают папку, подшитую открытки и поздравления 191 писателя-художника-музыканта, которые боготворили Фрейда. Томас Манн слева на экране зачитывает доклад «Фрейд и будущее» в Вене в присутствии Фрейда, произнесет несколько вам фраз из этого доклада. Фрейд назвал Томас Манн речь. Фрейд назвал как-то свое учение о снах полосой научной целины, отхваченной у суеверия и мистики. В этом словечке отхваченной заключен колонизаторский дух и смысл его исследований, где было не я, да будет я, сказал он однажды афористически. Да и сам он называет психоаналитическую работу трудом на поприще культуры, сравнимым с осушением Зюйдерзее. Крупнейший в Нидерландах проект по осушению болот. То есть какой труд сравнивает Томас Манн литературно. Так сливаются у нас в конце черты досточтимого мужа, которого мы чествуем с чертами старика Фауста, которого тянет любой ценою у пучины кусок земли отвоевать. Я жизнь их, восклицает Томас Манн, не обезопашу, но благодарностью труда и вольной волею украшу. Ну и наконец последний эпизод. 26 сентября будет 80 лет через неделю. Утром в Голдерс Грин в Крематории пришли проститься с великим человеком самые близкие друзья и родные. На экране рукопись прощальной речи Стефана Цвейга оригинал документ хранящийся в Нью-Йорке. Цвейг пишет ее накануне похода в Голдерс Грин. Присутствует в то утро принцесса Бонапарт, принцесса греческая и датская, родственница брата Наполеона Первого. Присутствует Макс Шур, венский врач-терапевт, известный человек в биографии Фрейда, знакомые с ним 10 лет с 29 года. Присутствуют родственники, одна из первых учениц и последовательниц прилетела из Голландии, Жанна Лампель де Гроуд и знаменитый биограф Эрнст Джонс. Что же произнесет, все речи, не будем цитировать, что же произнесет Цвейга этим утром? Фрейд, Фрейд, как никто другой в наше время, обогатил два, три поколения, во всех, без исключения, формах духовного и художественного творчества. В сфере психического взаимопонимания, в области поведения, воспитания, психологии, философии, поэзии, Фрейд определил новые ценности, переоценил старые. И даже те, кто ничего не знает о его работах или не принимает его учения, даже те, кто никогда не слышал его имени, неосознанно обязаны ему, духовно подчинены ему. Каждый из нас, говорит Свейк, людей 20 века был бы совершенно другим, если бы не существовал Фрейд со своими мыслями. Каждый из нас думал бы иначе, судил бы обо всем, чувствовал бы себя более ограниченно, менее свободно, менее справедливо, если бы не было его, если бы он не дал нам мощный стимул к самопознанию. И всегда, когда бы мы не пытались проникнуть в лабиринт человеческого сердца, впереди указывать нам путь будет его духовный свет. Все, что я хотел вам сказать, в виде вступления, ровно 45 минут и уложились. Не переживайте, если пришли на лекцию «История дружбы, где же дружба?» Мы только начинаем. Это было такое вступление, кратко, по жизни Фрейда. Ну, многие факты вы никогда, я думаю, не слышали, многие воспоминания, доклады. Итак, познакомились они в 1908 году. Заочно Фрейд отправил Цвейгу первое письмо сам. 3 мая 1908 года. Что так выглядит в 1908 году? Фрейд так выглядит в 1908 году Цвейг. Цвейгу 27 лет. Всегда добавляйте плюс 25, 52 года отцу психоанализа. Что же пишет Фрейд в первом письме? «В первые дни минувшей недели меня не было в Вене. По возвращении же мне пришлось очень много времени уделить улаживанию накопившихся дел, отчего и вышла столь долгая задержка с выражением благодарности за вашу любезную посылку. По чтению ранних венков я знаю, что вы поэт, и потому, когда я раскрываю книгу, эти прекрасные, роскошные, льющиеся, ласкающие мой слух стихи обещают мне час высокого наслаждения, которым я в скором времени одарю себя взамен навязчивой работы». В 1908 году у Фрейда впервые переводят труды на английский язык и публикуют впервые в США. Именно в 1908 году он начинает заниматься биографией ученого и художника Леонардо да Винчи, пишет психобиографию. На экране оригинал сборника, который читает Фрейд, «Ранние венки», сборник, второй сборник Цвейга, сборник поэзии, за которую он в 1906 году в возрасте 25 лет, издав его, получит премию в Австрии имени австрийского драматурга Эдуарда Бауэрнфельда. Очень престижная премия, и представьте себе 25-летнего молодого человека уже с этой премии и очень амбициозного, который отправляет свой сборник незнакомому ему Зигмунду Фрейду. Одно из любимых стихотворений Фрейда из этого сборника. Уж позвольте, «Библейская баллада». В интернете его нет. Автор Цвейг, 25-летний поэт. «Библейская баллада». От врат небесных Тихими шагами Спустился вечер Гневных Ропот Стих. Но смертной тенью Висли над шатрами Страх ожидания И молчанье их. Держал их ужас Своей цепкой дланью. И вдруг Лишь только дальний гром Затих. На их губах, Давно привыкших К брани Молитвы задрожал Рожденный стих. Блеск молнии, Ночь взорвалась Громами, Поток огня Из крепких стен Забил Немилосердно. Гневными словами Господь На грешных Руки опустил И мрак И мрак окрасил Свод небесный Длинный И рог луны За тучами Погас Небесный гром Катился По долинам Иеговы Иеговы Разлился Страшный Глаз. Фрейд Несколько раз Перечитывает Этот сборник А уже Спустя два Месяца Цвейк Ему еще В письмах Ни разу Не отвечает. Спустя два Месяца В июле Того же 908 года Пишет ему Следующее Письмо Огромное Вам спасибо За Бальзака Которого Я прочел На едином Дыхании Столь Завлекателен Тот водоворот Который Вы стремитесь Изобразить Этот Автор Весьма Родственен Вам Пишет Фрейд Не знаю Кто был Вашим Наполеоном Но вам В немалой Мере Присуще Столь Характерное Для того Для другого Стремление Ко владению Душами Которое Вы Проявляете В языке Во время Чтения Пишет Фрейд Меня Неотступно Преследовал Образ Отважного Всадника На благородном Коне Я легко Проникаюсь Вашими Мыслями Словно Давным Давно Знаком С вами Еще Ни разу Не встречались Мне Мне кажется Вы поступаете Очень мило Беря себе За правило Посылать Мне Ваши Опусы И я Позволю Себе Осведомиться Могу ли И я Со своей Стороны Предложить Вам Какие-либо Из моих Правда Совершенно Иного Рода Сочинений Очерк Свейга Бальзаки Также Выйдет В 1908 Году Потом Развернутый Очерк В 20 Году И последняя Книга В эмиграции Написанная Цвейгом В Бразилии Будет Большая Биография Бальзака Ныне Ее можно Встретить В серии Жень Замечательных Людей Вот Единственная Биография Бальзаки На корешке Стефан Цвейг Это не то Что читал Фрейд Фрейд Как и сам Цвейг Объемные Биографии Бальзаки Не увидел Опубликована Была В 1946 Году Мы говорим О кратком В 10 Страничек Очерке В 11 Году Фрейд Вступает В конфликт С Адлером В 11 Году Фрейд Издает Одно Детское Воспоминание Леонардо Да Винчи До Первой Мировой Войны Обменяются Еще Несколькими Письмами В Первой Мировой Ни одного Обмена Писем По крайней Мере До нас Они не Дошли И Цвейг В 11 Году Летом Отправляет Фрейду Только что Изданный Свой сборник Из 4 Новел Называется Первые Переживания Четыре Детских Историй И попадает Фрейду В сердце Потому что Он как раз Занимается Детским Воспоминанием Леонардо Да Винчи 4 новеллы 11 Год Повторюсь Издательство Инзель Ферлок В Лейпциге У Антона Киппенберга Большого друга Фрейда И Цвейга Антон Киппенберг Знаменитый коллекционер Рукописи Гёте 4 новеллы В сумерках Жгучая тайна Летняя новелла И гувернантка В настоящее время В любом собрании Сочинений С них Начинается Каждый том Цвейга Новелл Каждый том Новелл Если смотреть Ну По порядку Что же Отвечает На это Фрейд Глубоко Уважаемый Господин Доктор Огромное Спасибо Вам За присылку Ваших Изящных И психологически Значительных Детских Историй К сожалению Обширный Читательский Круг Отсёк Меня Во всяком Случае На время От книги Едва Я успел Прочесть Первый Рассказ Первый Рассказ В сумерках Но Быть может Вы Не станете Сердиться Коль Скоро Вместо Одного Старого Читателя Вы Завоевали Столь Много Юных И Не дочитывать За неимением Времени Мы Вынуждены Перескочить Например Вам О 20-м Годе Все Вы знаете Смерть Дочери Фрейда Софии Послевоенная Гиперинфляция В Австрии В Германии Эпидемия Марта болеет Почти весь 20-й год Фрейд Занимает Деньги В 20-м Году Чтобы в Сентябре В Гаге Создать И провести Первый Послевоенный Конгресс Психоаналитиков Это 20-й год В сентябре Плачет Целый год Человек В Гамбурге Похоронил Софию Остались У нее На руках Двое Грудных Детей Год И Три Но Находит Время Читает Большое Произведение Цвейга И уже В октябре Вернувшись Из Гаги В сентябре Отвечает Очень подробно Цвейгу Так Обретя Здесь Наконец-то Возможность Передышки В 20-м Году Так Они Выглядели Я Вспомнил О своем Долге Поблагодарить Вас За Прекрасную Книгу Вот Она В русском Переводе Сейчас О ней Два Слова Тоже Скажу Обнаруженную И прочтенную Мною Еще В суете Первых Двух Недель После Возвращения Совершенство Проникновения В сочетании С мастерством Языкового Выражения Оставляют Впечатление Редкого Удовлетворения 20-й год Фрейд Восхищается Очерком В этой книге О Чарльзе Диккенсе Восхищается Очерком О Федоре Михайловиче Достоевском Сам В 28-м Году Напишет Статью Достоевский Отцеубийства Но Бронит Свейга За то Что Он Наделяет Федора Михайловича Мнимой Эпилепсией Подробнее На этом не будем останавливаться Процитирую вам только Любимые Любимый Обзац Фрейда Из Очерка Цвейга О Федоре Михайловиче Достоевском Так как Фрейд Считал Братьев Карамазовых Величайшей Книгой В мире Чем Заканчивает Это Произведение Запишите Эссе О Достоевском Цвейг Чем Заканчивает Мудрейший Текст В 20-м Году На него Нашел Время И Фрейд О Жизнь Чудесная Сознательной Волей Создающая Себе Мучеников Чтобы Они Тебя Воспевали О Жизнь Мудро Жестокая Страданиями Побеждающая Самых Сильных Чтобы Они Возвещали Твое Торжество Ты Вечно Хочешь Слышать Вопль Иова Звучащий Сквозь Тысячелетия Когда В испытаниях Он Познает Бога И Радостное Пение Отроков Даниила Когда Их Тело Горит В Огненной Печи Вечно Ты Сжигаешь Уголь На языке Поэтов И Обращаешь Их Встрадальцев Чтобы Они Повиновались Тебе И С Любовью Произносили Имя Твое Бетховена Ты Поразила Чтобы Глухой Услыхал Грохотание Бога И Смерти Коснувшись Создал Гимн Радости Рембрандт Огонишь Во Тьму Нищеты Чтобы В Красках Искал Он Твой Свет Твой Изначальный Свет Дан Ты Лишаешь Ты Родины Чтобы Узрел Он В В Видениях Небо И Ад Всех Ты Загнала Бечом В Беспредельность И Тот Восклицает Свейк Кого Ты Бечевала Всех Больше И Он Стал Твоим Рабом С Пеной На Устах Корчась В Болезни Он Возглашает Асанна Тебе Асанна Сквозь Горнила Сомнений О Ты Побеждаешь Людей Осужденных Тобой На Страдание Ночь Обращаешь Ты В день Страдание В любовь Из Ада Ты Слышишь Святую Хвалу Ибо Много Страдавший Высший Мудрец И Благодарит Тебя Тот Кто Познал И Лишь Тот Кто Познал Всю Твою Глубину Сумел Тебя Так Возлюбить Сумел Тебя Так Воссоздать Цвейк О Достоевском Повторяюсь Текстом Восхищается Фрейд В 24 году Фрейд Дарит Цвейгу Рукопись Своей лекции Писатели Фантазия В которой Сравнивает Писательский Дар С Таинством Магии Снов Откуда Творцы Слова Черпают Своё Вдохновение Я ни слова Не сказал Что Цвейк Был Одним Из самых Могущественных В Европе Коллекционеров Рукописей В его коллекции Было 4000 Оригиналов Черновиков Различных Великих Людей Лист Из рабочей Тетради Леонардо Да Винчи Нотные Записи Сделанные Рукой У Моцарта Дневник Бетховена Трактаты Мир Как воля И представление Шопенгауэра Личные Записи Казановы Марии Антуанетты Марии Стюарт Вот В мире Всего Существует 40 Рукописей Французского Поэта Артюра Рэмбо Цвейк Был Настолько Страстным Коллекционером Что собрал Все 40 У себя Одного Ныне Черновик Гитлеровцами Не был Испорчен Хранится В Британском Музее В Лондоне Повторюсь Подаренный В 24 Году В год Выхода Его книги О психоанализе Подаренный Цвейгом Написано Исследование В 907 Году В 24 В 24 В том же В 1924 Выходит первое академическое собрание Сочинений Фрейда И в 24 В 1924 Происходит Знакомство Фрейда С Роменом Роланом Посредником В этой встрече Является Стефан Свейк Как и встречи С Сальвадором Дали Который Мы успеем Добраться Я слежу За временем Как и встречи С французским Писателем Жюлем Роменом Вы не беспокойтесь Все Успеется Пишет Цвейг В 24 Году Дата уже не важна Начало мая Цвейг Так и выглядит Пишет Фрейду По поводу Приезда Ромена Ролана В Вену Глубоко Уважаемый Господин Профессор Ромен Ролан Остановившийся В Вене На несколько Дней Посетил Меня С просьбой Передать Вам свое Желание Навестить Вас В удобное Для вас Время Я Почитаю За честь Передать Эту просьбу Вам Уважаемый Господин Профессор Надеюсь Исполнению Его желания Иметь Возможность Познакомиться С вами Лично Нет Никаких Препятствий Покорнейше Прошу Вас Направить Ответ Либо Непосредственно Ему Он будет Жить У Ригера Ригер Кстати Первый Биограф Цвейга Напишет Биографию В 1928 Году В Швейцарии Познакомится Такой Знаменитый Журналист Либо Застать Лишь По утрам Между Половиной Девятого И Половиной Десятого Поскольку В остальное Время Я сопровождаю Его По Вене Что же Отвечает Спустя Сутки Фрейд Который Уже Проживает На Бергасе 19 Дорогой Господин Доктор Доктором Называл Цвейга И не только Он Цвейга Очень часто Считали Доктором А не писателем По внешности Говорили Что он Меньше Всего Похож На писателя Удивительно Это Цитата Владимира Германовича Лидина Когда Я узнал Отвечает Фрейд На письмо На приглашение Из газет Что Ромэн Ролан Находится В Вене Во мне Тотчас Возникло Желание Наконец Лично Познакомиться С человеком Почитаемым Мною Заочно Но я не знал Как подступиться К нему Ваше Сообщение Обрадовало Меня Я рад Что он Желает Посетить Меня И спешу Изложить Вам Мои Предложения Относительно Нашей Встречи Мой Рабочий День Расписан Таким Образом Я Бываю Свободен С двух До Половины Пятого Так что Я мог Ожидать Вас Обоих Со вторника В течение Этого Интервала Если бы Только знал Об этом Заранее Намного Желательнее Было бы Для меня Если бы Вы оба Могли Доставить Мне удовольствие Посидеть У меня В самом Узком Кругу За чашкой Чая Вечером В половине Девятого Кроме Домашних Никого Не будет К визиту В такое время Мы были бы Готовы Уже В понедельник Мне Очень жаль Слышать Что сам Ролан Чувствует Себя Физически Неважно Я Рассчитываю На ваше Присутствие Тем более Что вследствие Операции В последнем Полугодии Мои возможности В речи Серьезно Ограничены Особенно Потому Что мой Французский Весьма Непригоден Для беседы И просит Цвейга Представьте Переводить Цвейг Говорил На французском Как В воспоминаниях Пишет Франц Мазерель Бельгийский График И скульптор Большой Друг Цвейга Как Истинный Француз Вот Настолько Цвейг Омладел Восемь Языков Как Эфрейд Но Не утратил Французский Кроме Того Я намереваюсь По этому Случаю Обратиться К вам С просьбой Личного Свойства Ну Быть переводчиком Сердечно Приветствую Вас И вашего Великого Друга В пятнадцатом Году Ромен Ролан Уже Нобелевский Лауреат И после Этой встречи В начале Ну В середине Мая Двадцать четвертого Года Ролан И Фрейд Будут дружить Будут переписываться Переписка Доступна На русском Языке В интернете Пожалуйста В двадцать пятом Году Спустя Полгода После встречи С Роланом Она состоялась В Вене Не останавливаемся Цвейк Издает Книгу Борьба С демоном Первое Издание На экране Посвящает Эту книгу Фрейду И посвящение Звучит Так Профессору Зигмунду Фрейду Возбуждающему Уму Проницательному Созидателю Образов Посвящаю Это Трезвучие Изобразительных Опытов По аналогии С врачеванием Врачевание И психика Трилогия Три биографии Исследования О Генрихе Фон Клести Немецком А вот они Здесь Немецком Поэте Гюльдерлине Ровесники Гёте И Фридрих Ницше Трилогия Посвящена Фрейду В 25 Году В том же 25 Году Произойдет Хорошо Остановимся Тогда На трилогии Цвейк Пишет Фрейду Я Принадлежу К той Духовной Генерации Которая Вряд ли Кому Другому В столь Значительной Мере Обязана Знанием Как вам И вместе С этой Генерацией Чувствую Что Близится Тот Час Когда Все Глубокое Значение Вашего Открытия В 25 Году До сих Пор Относится Станет Всеобщим Достоянием Европейской Наукой Цвейк Пишет Из Англии Из Америки Идут ко мне Письма С вопросами О вас И вашей Творческой Деятельности Быть может Мало Помалу И отчизне Станет Очевидно Сколь Бесконечно Вы нас Обогатили Я надеюсь Что скоро Мне представится Возможность Сказать Об этом Обстоятельно Фрейд Получив Эту самую Книгу Уже не в рукописи А в издании Такую и получил Так она и выглядела Посмотрите на первое издание Того времени 38-й год Рене Фюлоп Миллер Триумф над болью Издание в Нью-Йорке Первое издание Друга Цвейга Рене Фюлопа Миллера Никаких картинок Благо что есть название На корешке Оп Прошу прощу Благо что есть название На корешке Ну Тогда Отдела маркетинга В издательствах Не существовало Книги продавались Ну Без портретов А сегодня Без портретов нельзя Не купят Я предпочитаю Чтобы Было содержание В книге А не обложка Которая все равно В рюкзаке Становится Мягкой И непрочной Получает он Эту книгу И отвечает на нее Огромное вам спасибо За прекрасную книгу Которая посвящена Фрейду Первое Вероятно Самое Высокохудожественное Сочинение О Гельдерлине Я прочел Одним духом Сделав Несколько пауз Чтобы прийти в себя И перевести Дыхание Как будто бежал Представляете Вот Оторваться не может А ведь ему уже Много лет В 25 году Я обязан вам сказать Что вы способны Творить с языком Нечто Что по моему разумению Никто другой Вслед за вами Не повторит Вы умеете С такой проникновенностью Выразить предмет Что становится Ощутимо Его мельчайшие Подробности И кажется Позволяете Постигнуть Отношения И качества Прежде Вообще Не схваченные Словом Я уже давно Стараюсь Подыскать Сравнение Для вашего Метода Вчера Наконец Оно пришло Мне на ум Навеянное Посещением Одного друга Археолога Предполагаем Что это был Эммануил Леви Большой его друг Этот процесс Схож С копированием Старинных Текстов Вот он Анализирует Тексты Цвейга При этом Как известно Увлажненную Бумагу Кладут На камень И прикладывают Мягкую Материю К мельчайшим Углублениям Письменной Поверхности Я не знаю Придется ли Вам по вкусу Такое Сравнение Ну и два Слова о том Что Цвейг Переписывался Не только С Зигмундом Фрейдом Но и с Анной Фрейд Младшей Дочерью Профессора Ну В нескольких Уже последних Письмах Перед Прощальну С Фрейдом В 30-х годах Будет Говорить О бане Просить Передать Ей Привет А потом Отдельно Писать ей Письма После его Смерти Цвейг Фрейду В том же 25-м году Об успехе Книги Которая Продавалась Мгновенно 10 тысяч Экземпляров Просто За первые 3-4 месяца Глубокий Уважаемый Господин Профессор Пишет Цвейг Я только что Возвратился Из Лейпцига С фестиваля Генделя И обнаружил Глубокой радости Ваше письмо Быть может Вам приятно Слышать Что книга Честью Для которой Является Само Посвящение Вам Находится На добром Пути Первые 10 тысяч Экземпляров Раскуплены В том же 25-м году Сегодня Максимум Тираж Книги Любого Известного Писателя 3-5 тысяч Вся книга За все время Здесь полгода Накануне Рождества Выходит Новое Издание Представляете Уже в декабре Я часто Я часто Думаю О вас И всегда С искреннейшими Чаяниями О вашем Здоровье И вашем Творчестве Кланяйтесь Пожалуйста Вашей Уважаемой Дочери И да не Покинет Вас Благоденствие Такие Такие у них Были Высокие Отношения В том же 25-м году Фрейд Знакомится С Марией Бонапарт Повторюсь Родственницей Брата Наполеона Первого Ну о ней Можно много Говорить Скажу Лишь 3-4 Предложения Мать Марии Умерла Спустя месяц После ее Рождения И всю жизнь Мария себя Обвиняла В смерти Матери Страдала От меланхолии В 24-м году У Марии Принцессы Греческой Датской Умирает Отец На похоронах Под Парижем Были похороны Она встречает У одного Из гостей Книгу Фрейда Психоанализи Просит Почитать Не может Оторваться Пытается Договориться И пробиться На консультацию К Фрейду Он ей Отказывает Самостоятельно Приезжает В Вену Добивается Встречи Присутствует В его квартире На Бергасе 19 Выкладывает Свою историю Что отец Всю жизнь Ей запрещал Заниматься Медициной Считая Что это Подорвет Ее шансы На достойный Брак В психоанализе Раскрывается Что она Всю жизнь Мечтает Быть мужчиной Потому что Оставаться до конца Жизни Женщиной Это Интеллектуальное Принижение Опять же Повторюсь Винит себя В смерти Матери Бесконечно Страдает Ей был месяц Когда умерла Мать Буквально После Родов Всю жизнь Мечтает И повторю Тайна от отца Читает Медицинскую Литературу Посещает Госпиталь Святой Анны Помогает Монашкам Выслушивает Монашек Такие были У нее задатки Становится Ярой Последовательницей Ученицей Фрейда В 29-м году Именно Мария Познакомит Фрейда С Максом Шуром Откроет На собственные деньги Первый Психоаналитический Журнал Во Франции Первую клинику Во Франции Ну и так далее Все деньги Все деньги Будет вкладывать В развитие Учения Фрейда Знаменитое Прозвище Марии Которым ее Сразу нарекли Она постоянно Говорила Фрейд бы Сказал То же самое Вот ее цитата На все Она так отвечала Фрейд бы Сказал То же самое Вот все деньги Свои вложила Чтобы спасти Его Летом 38-го года Подготовив Для этого 10 Виз 10 Людям Которые смогли Перебраться В Лондон Из Вены Включая Анну Макса Шура Супругу Макса Шура Ну и так далее Родственников Фрейда Она же присутствовала На похоронах Также большая подруга Цвейга И вот они Познакомились В 25 В том же году Накануне 70-летия Фрейда Когда он Познакомится В 26 С Эйнштейном Выслушав Эйнштейна Не поймет Ни слова Из его Теории Относительности Когда Эйнштейн Выслушает Фрейда Он не поймет Ни слова О его Теориях Такие были Гении Которые Не поняли Друг друга При первой Встрече Когда Википедии Пишут Что Вольф Мессинг В юности Приезжал В Вену И присутствовал Сразу При живом Фрейде И Эйнштейне В одной Комнате Ну миф Потому что Фрейд Познакомился Почтеннейший Господин Профессор Наряду с вашей Духовной Деятельностью Пишет Свейк Вы демонстрируете Еще и потрясающее Великое Искусство Стыдить Добротой Не только Одни слова Что вы мне Сказали Но и сам Тот факт Что вы вообще Будучи стеснены Людьми И проблемами В пору Нашего отдыха Взяли на себя Заботу Столь основательно Вглядеться В труд Собственно Бесконечно Многим Обязанный вам Воистину Приводит меня В смятение Цвейк пишет Вчера я даже Не мог заснуть Как он Относился К письмам Фрейда И мы все еще Говорим с вами О борьбе С безумием И об этом Продолжает Писать Цвейк Позвольте мне Ясно сказать Чем я Чем многие Обязаны вам Мужеством В психологии Вы освободили Столь огромное Число литераторов От комплексов Вы Благодаря вам Мы многое видим Благодаря вам Мы многое говорим Чего обыкновенно Нельзя было видеть Нельзя было сказать Это все Ныне еще Не очевидно Потому что Наша поэзия Видится еще Не исторически Не в ее Исконно Предметных Формах Пройдет Десятилетие Или два Предвидит Цвейк Тогда лишь Увидят Где была Взаимосвязь Внезапно Давшая Другую Психологическую Смелость Прусту Писателю Марселю Прусту Лоуренсу И Джойсу В Англии Некоторым Немцам Имя ей Будете Вы И мы Никогда Не станем Отрицать Этого Великого Открытия Еще О Встрече Жюля Ромена Автора Самого Большого В мире Романа Цикл Романов Из 27 Томов Люди Доброй Воли Автор Жюля Ромен Большой Друг Стефана Цвейга В 26 году С Цвейгом Ромен Пишет Пьесу Вальпон Ее Поставят На сценах 500 Театров Сегодня Совершенно Забытая Пьеса Изданная У нас В стране Один раз В 46 Году Тиражом 300 Экземпляров Этой пьесы Нет ни в одном Собрании Сочинений Цвейга Хранится В библиотеке Имени Ленина В Москве Тираж В 46 Году 300 Экземпляров Про 10 Тысяч За несколько Месяцев То есть Она просто Умерла После Смерти Ромена Смерти Цвейга Но в их Деятельности Была популярна И так Фрейд Не был знаком И никогда Не встречался С Роменом И вас Визитами Тем не менее Позволю себе Замолвить слово За Жюля Ромена Не потому Только что он Является одним Из лучших Поэтов Франции Но и потому Что он первым Из французских Поэтов Написал В новелем В новелем Ревю Франце То сочинение О вашем Творчестве Которое Имело Сильнейший Резонанс По случаю Бетховенского Праздника Он находится В Вене Столетие Повторюсь Бетховена И мысль Получить Разрешение На свидание С вами Доставила бы Ему Истинное Счастье Надеюсь Ваше здоровье Позволит Ему провести С вами Получасовую Беседу С неизменным Почтением С частыми Мыслями О вас Ваш Стефан Цвейк И встреча Такая Состоялась В 28 Повторюсь Уже Не останавливаемся Выходит Книга Три певца Своей жизни Тоже Одно Из любимых Произведений Фрейда Заменитая Книга Мейлина Анализ Психоанализа Которую Фрейд Не принимал Попробуй На ней Тоже Остановиться Хотя бы Три слова Ну представьте Себе 6 декабря 29 Года В Вене 73-летний Фрейд Прогуливается По любимым Улицам И встречает Плакат Содержание Вашего Любезного Письма Крайне Огорчительно Для меня Я не знаком С господином Мейлином Простите Поторопился Предлагаю Вам Самый интересный Текст Во время Моей Сегодняшней Прогулки Я невольно Обратил Внимание На огромный Броский Плакат На котором Некто Господин Мейлин Всеми Средствами Рекламы Объявляет О своем Направленном Против меня Назначенном На 7 декабря Докладе Три рекомендации Значатся На плакате Сверху Принадлежащая Юнгу Снизу Анониму Из Берлина Цайтунг Средняя Вам Возможно Ли это Восклицает Фрейд Ну Учитывая Нашу Тесную Дружбу Читали Ли Вы Книгу Как Же Вы Попались Ему В лапы Или Вы Действительно Придерживаетесь Такого Суждения И Подчеркивает При наших Близких Отношениях Я все же Хотел бы Получить Объяснение От вас Лично Ну Мейлин Обвиняет В этой Книге И в этой Лекции Которая Состоится На следующий День 7 декабря Фрейд Гуляет 6 декабря Обвиняет В том Что Фрейд Сам не справился С Эдиповым Комплексом И так далее Во многом Обвиняет Его Работой Его Теории Что же Отвечает Цвейк Который Уже Проживает Не в Вене Попавшись На такую Удочку Из контекста Его Имя Значится В плакате Он Подтверждает Авторитетом Своего Имени Книгу Мейлина Цвейк В 29 Году Первый Автор Чтобы Вы понимали Его Имя Если Он Пишет Рецензию Эту Книгу Покупают Все В течение Месяца К Находясь Повторяю Не в Вене А в Зальцбурге Где Ныне Дом В котором Он Жил Охраняется ЮНЕСКО Содержание Вашего Любезного Письма Крайне Огорчительно Для Меня Я Не знаком С господином Мейлином И Никогда Не Высказывался О его Книге Он Прислал Ее Мне Как-то С письмом Я Посмотрел Ее В какой-то Мере Не Очень Основательно И Главным Образом Потому Что На первой Странице Была Помещена Ваша Фотография То Есть Обратил Внимание А В 29 Году Цвейк Готовится Издавать Саму Книгу О Фрейде Она Выйдет В 31 Он Уже Исследует Внимательно Уже Просит У Анны В письмах Посидеть В архивах Ее Отца И Она Его На неделю Пускает На Это Я Отступаю Я Написал Ему Тогда Цвейк Оправдывается Что Книга В настоящий Момент Важна Для Меня Как Я Сам Занят Объемной Работой Для вас И считаю Интересным Применить Этот метод К автору Однако Манера В которой Он Это Делает Кажется Мне До Некоторой Степени Обходной Потом Я Получил От Господина Мейлина Письмо В котором Он Просил Меня Чтобы Я Уточнил Что Понимаю Под Словом Обходной На Его Письмо Я Не Ответил И Вот Теперь Вы К моему Удивлению Сообщайте Мне Что Он Выхватил Вероятно Некорректное Предложение Из Моего Письма В котором Я Благодарил Его За Присланную Книгу Я Искренне Благодарю Вас Пишет Сейк Уважаемый Господин Профессор За то Что Вы Ни На Мгновение Не Поверили Будто Мне Известно Об Этих Происках Никогда Я Не Был И К вам Как Теперь И Потому Меня Самого Должно Заинтересовать Ложное Толкование И Огрубление Вашего Творчества Во время Лекции Я Намерен Теперь Основательно Ознакомиться С книгой Мэйлина Вас Лично Вероятно Сердили Иные Ложные Интерпретации Вашего Учения Мы С внешней Стороны Смотрим На дело Иначе Мы Знаем Что Такие Отростки И Ответвления Образуются На каждом Внимание Что Эти Отступники Однако С течением Времени В другом Смысле Действительно Отпадают Вот Как Листья От Дерева Как Увядшие Листья И Остается Один Лишь Чистый Ствол Фигура Как Уходит От Начало Служили Его Учения Позже Своей Критикой Лишь Подогрели Интерес К Нему Кто Теперь Их Вспомнит Нам же Известен Только Один Человек Мессмер Основатель Мессмеризма В этой Работе О Мессмере Вы Неоднократно Обнаружите Параллели С вашей Собственной Судьбой Мне Представляется Прямо Таки Фаталистическим Что В том же самом Городе По Прошествии Почти 100 лет Заново Было Обосновано Психическое Лечебное Воздействие И что Академики И профессора 1785 Года Да Неправдоподобие Похоже На Академиков И профессоров 1885 Года Такая История Война И мир В двух Письмах Цвейга И Фрейда В тридцатом Году Фрейд Получает Премию Имени Гёте За статью Недовольство Культурой Сам На премию Получать премию Во Франкфурт Не поедет Отправит Свою Дочь Анну Она Зачитает Речь Цвей Когда узнает Что Фрейд Получил Премию Коротко Напишет Уважаемый Господин Профессор Позвольте Мне Передать Вам Мои поздравления По случаю Вручения Вам Дорогу Давно Заслуженной Нобелевской Премии Я Вернулся Накануне Празднеств Из Гамбурга Чтобы набросать Эссе О Вас В спокойной Обстановке Оно Будет Завершено Еще В сентябре Если Что-то О нем Доставит Вам Радость Значит Работа Была Проделана Не Впустую Эссе О котором Идет Речь Я Вам Сегодня Зачитывал Зачитывал Главу Значения Во времени Там Есть И Глава Толкования Сновидений И Область Пола Пожалуйста Повторю Запишите Врачевание И Психика Прочитать В свободное Время Автор Свейк Выходит Эта книга Она Здесь Первое Издание Фрейду Биография О нем Самом Понравилась Кроме Нескольких Исключений Чего Не скажешь О других Биографов Которые Пытались Наброситься На Фрейда С просьбой Рассказать Побольше О себе Дать черновиков Дать исследований Чтобы написать Биографию Например Своему другу Арнольду Цвейгу Однофамильцу Стефана Цвейга Фрейд Запретит Писать Биографию Арнольд Не будет Писать Так Выглядят Обмены Письмами Корреспонденции Обменивались Повторюсь 31 год Длина Их Дружбы Она Оборвалась Только Смертью Фрейда Так И дальше Продолжалась Цейк Проживет Еще Три года До 42 Буквально В июне 30 В июне 40 Года Навсегда Уедет Из Англии Со своей Второй Супругой Шарлоттой Вот Оригиналы Открыток Которыми Они обменивались У меня Сканы Есть Все Переписки На немецком Еще раз Повторю Кому Интересно Илья И не только Илья Я пришлю Все Что сегодня Упоминаю В интернете Этого нет Я вам читаю Не скачанные документы Из интернета А мною Найденные Я проехал Все в Австрии В Вене Чтобы вот Почувствовать Эту атмосферу Мария Антуанетта Первое издание В Нью-Йорке Фрейд Очень внимательно Читает биографию Королевы Мария Антуанетта Пишет Об этом Подробное письмо Тридцать третий год Сжигание книг Девяносто двух авторов Горят книги Фрейда Горят книги Эйнштейна Горят книги Цвейга Фрейд Выскажется об этом так Ну Общество развивается Раньше бы сожгли нас В Средневековье А ныне Только наши книги Прогресс налицо С юмором были люди Горят книги Цвейга Встреча с Сальвадором Дали Повторюсь Состоялась Восемнадцатого июля Тридцать восьмого года Многие биографы говорят Что этой встречи не было Но она таки была Фрейд Дали покажет картину Фрейду Метаморфоза нарцисса У Дали как раз проходит Выставка в Лондоне Поэтому встреча и состоялась Потом он Пока будут сидеть Набросает Вот такой Карандашный рисунок Бургундской улитки И передаст его Цвейгу На встречу Вы знаете Я всегда избегал Приводить к вам людей Но завтра Воистину Важное исключение Сальвадор Дали Единственный Современный гений Живописи Единственный Кто переживет век Фанатик своих убеждений Просится на встречу Встретились Ответ Фрейда Воистину Я высоко Ценю Ваше действие Благодаря которому Ко мне попали Вчерашние Посетители Отвечает 20 июля 1938 года Фрейд Ибо до сих пор Я был склонен Считать Сюрреалистов Которые явно Выбрали меня В ангелы-хранители Абсолютными На 95% Дураками Молодой испанец С его доверчивыми глазами Фанатикой И безупречным Техническим Мастерством Заслуживает Другой оценки Было бы И в самом деле Очень интересно Аналитически Исследовать Процесс создания Такого рода Картины Ведь критически Всегда можно было бы сказать Что понятие искусства Не поддается расширению Если количественное отношение Неоцененного материала И предварительной обработки Приступает Известную границу Но в любом случае Это серьезные Психологические проблемы Мне говорят Пишет Фрейд Что уходя вчера Вы что-то здесь забыли Видимо перчатки Вы знаете Это обещание Вернуться Несколько еще Встреч живых Произойдет У Цвейга и Фрейда В Лондоне И Как я вам Зачитал Последнюю прощальную речь Цвейг ее напишет Накануне 25 сентября Спасибо за это Спасибо Спасибо Аплодисменты